Пускай, погоди, не дается. Перевозка музейных экспонатов, многим из которых более ста лет, дело требующее аккуратности. Мало их установить, нужно еще и привести в изначальный вид. Часть экспозиции из музея кабинет Ленина в Кремле переехала в научно-культурный центр. Два наиболее важных экспозиционных помещения. Это, собственно, кабинет Владимира Ильича Ленина в Кремле и зал заседаний советского правительства. Он приехал вот сюда, в главное здание музея-заповедника Горки-Ленинские, в научно-культурный центр музея Владимира Ильича Ленина. Еще одна часть экспозиции отправилась в выставочный комплекс пресня Государственного центрального музея современной истории России и уже работает. В Горках же переезд в самом разгаре. Как известно, переезд хуже пожара, но не в этом случае. Специалисты музея-заповедника Горки-Ленинские постарались сделать все аккуратно, быстро, и уже в ближайшее время новая экспозиция откроется, чтобы ее могли посетить все желающие. Но быстро только сказка сказывается. Расстановка экспонатов начнется в ближайшие дни. Пока только шкафы стоят на нужных местах, так проще, чтобы потом их не двигать. Можно посмотреть шкафы с номером 12. Что это означает? Это означает, что именно в таком порядке, именно так же шкафы размещались в оригинальной экспозиции. Поэтому полностью они перевезены, и здесь таким вот образом они восстутны. В старом здании царит тишина и запустение. Все экспонаты упакованы и пронумерованы. Сотрудник музейного комплекса Светлана Генералова рассказывает, что подготовка к переезду заняла около месяца. Объем работы за это время сделали колоссальный. Коллекция предметов – это примерно 3,5 тысячи штук. И здесь еще больше 40 тысяч книг и журналов. То есть вы можете себе представить, какое количество мы обработали. Старое здание построено в 1904 году. За это время здесь размещались дачи, жилые помещения, экскурсионное бюро. Было несколько косметических ремонтов, но глобальная реконструкция проводится впервые. Несколько раз были протечки, причем протечки серьезные. И доходило до того, что сам директор Вадим Ильич Рыжков и я нам приходилось вместе с нашими коллегами закрывать предметы пленкой, потому что текла крыша. И еще раз терпеть было просто нельзя. На самом деле крыша – это полбеды. Куда хуже дела обстоят внутри помещения. Электропроводка старая, оконные рамы повело, общая конструкция здания нарушена. Здесь падает пол. Документов по этому дому технических почти нет. Поэтому мы даже не знаем, что там внизу. Нужна экспертиза сначала. И пол живой практически во всем музее. После реконструкции выставка значительно расширится. Здесь появятся новые экспозиции, которые пока хранятся в запасниках музея, современные интерактивные инсталляции. Но все подробности сотрудники музея раскрывать не спешат. Следующий момент, который мы хотим там сделать, это максимально воссоздать вокруг и внутри кремлевскую атмосферу. Я сейчас не буду говорить конкретно, как мы это будем делать, но мы надеемся, что человек, приходящий в кабинет Ленина, будет ощущать, что это Кремль. Появится возможность полистать книгу с автографом Ленина, виртуальную книгу с автографом Ленина. Ну и, может быть, удастся поговорить с Вадимом Ильичем по телефону. Реконструкция здания продлится примерно около года. Музейные работники хотят успеть открыть обновленную выставку к столетию переезда Ильича в горке. Максим Козлов, Владимир Андреянов, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.